Доброе утро, дорогие друзья! Время 3 часа утра или 3 часа ночи. Вот-вот должно появиться солнце на горизонте. Наш теплоход Александр Адинщев сейчас идет в том месте, наверное, самом широком месте, где река Кама соединяется с Волгой. Наш теплоход подходит к маленькому городку Тетюши. Город когда-то был известен своей ярмаркой. Здесь стояли сторожевые башни, ну типа таможни. Ну вообще, в былые времена город был известен. Последний раз этот город, наверное, засверкал, по-моему, в 1920 году, когда здесь поймали огромную белугу размером с акулу, 5 метров. Там только одной черной икры было, по-моему, 200 килограмм. Ну а сейчас здесь останавливаются теплоходы. И это место становится все более популярным. А мы вместе с вами сейчас причалим и отправимся посмотреть на этот город. Городок поближе. Уж очень это название Али понравилось. Тетюши. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok а вот в этой горке, вот, друзья, не тарелочки с нежным цветочным однамерством. Друзья, он рассказал такую историю. Их родственница, молодой девушкой, работала горничной в этом купеческом доме. Настало время девушке замуж выходить. И хозяйка делала ей свадебный подарок. Дарили в салоне паркору Василису. Даже в наше время получить такой подарок для молодоженок, я считаю, очень-очень хорошо. А в то время девочка из христианской семьи, наверное, была просто на седьмом небе от счастья такого подарка. То есть, несмотря на то, что идет война, он пишет такие добрые, пожелания, свои дочки. Но, к сожалению, в январе своего родственного года Андрей Годорчик погибает по Кстрюминадам. Он приходит, вот такой письмо-извещение у вас везет. А сейчас это девочка-ниночка, уже пожилая женщина, которая всю жизнь проработала в нашей районной больнице. И сейчас оттуда. Угощение сопримите. И напитки вкусите. Здесь надо вкус, детки испробовать у вас напитки. Детям лимонад. Детям. Так, для тебя, друзья, пожалуйста, угощаемся. У нас здесь есть водопроводная вода. Она у нас очень мягкая, очень чистая, без всяких холодных вкусов. Она очень вкусная. Кто желает, пожалуйста, угощаемся. Пирог, берите. Пожалуйста, угощаемся. Берите. Мммм. Хотя бы пирог, попробуйте. На, девочка. Как вкусно. Вкусно, да? Исю. Ммм. Пусть. 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 Когда слушает внимательно, но это решает фотографии. Пусть. 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 Выиграет деньги. Дорогие друзья, тетюши абсолютно неожиданно поразили не только красивым именем, но и гостеприимством, красотой, музеями, невероятное количество музеев интересных. И вообще все очень красиво, хочется сюда вернуться, ребята, и это честно. Рыбакеты честные, зажав в кулак эти денежки, они обратно в лодку, в судно, я говорю, я буду ставить честность, мне пришлось выйти из каюты, чтобы уговорить, что забрали они эти лишние деньги за их честность. На этом я хочу спросить, как вы называли людей, которые ловили рыбу в свое время? Как вы сейчас это называли? Рыбаки, а раньше немножко раз с вами было другое. Но пока вы думаете, я хочу вам прочесть строчки из грамоты 17 века. И здесь были рыбодворские дворы, поставляли рыбу на государь, рыбный борт, и в этой грамоте сказано. И читайте за мной, да, и даже представляете, какая же рыба раньше в этом услугу. Белоги и белушки, особенно при осмотре, и лосось, и белые рыбецы, и вернее, где для слаза губитка, которая вообще в городе будет, отдавая государю рыбный форт. И рыбным лоскан заказать нахренко, что они при государю красную рыбу не таили, себе не имели, никому не продавали, и дар не отдавали. Это слово-то звучало здесь, друзья. Недорого, но икра все-таки во все времена выложили. То есть она была дорогована. Дорогие друзья, мы приехали в деревню Долгая Поляна. Сейчас идем по знаменитой в этих местах. Ну, знаменитый, почему я сказал в этих местах, потому что я вот никогда про это не слышал. Аллея Пихты, или Пихтовая аллея. Запах стоит, не передать. Я всегда думал, что самый сильный запах стоит в сосновом бару. А сейчас вот идем по Пихтам, сквозь Пихты такой запах. Так вкусно пахнет, такая красота. Пихтам. 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 А вот Раяя в черном цвете, фирмы Бейкер. Кстати, Раяи Пикат домом. Нам удалось приобрести и привезти сюда. И теперь здесь, в этой гостиной. Благодаря этому цельному инструменту много лет назад звучит музыка, здесь мы спомогли номамlü стихи хозяйки. Runningheart за Louis каз상erovaGH Kyle conquansово soldio. Музыка на ее стихи написал ульяновский композитор Антази. Ну а зимой здесь просто волшебно. Вы только представьте, здесь в Салит полная тишина. Лежат с угломок, на лапах ели снег. И где-то там по тропиночке, по своим владениям прогуливается сама хозяйка усадьбы. День был прекрасный, глазурь его ясный. Солнце на сквозь салитой, Как воскривши, безбеден и тиши. Как лапах ели снег. Как воскривши, безбеден и тиши. Как воскривши, безбеден и тиши. Соли святой юмпля. Соли святой юмпля. Соли святой юмпля. В этом мире мне жаль, я жаль ласки твоей, Удивленного милого взора. Золотого заката средь тихих полей, Над заснувшей землей звезд узора. Жаль, гвоздикий пучок на столе предо мной, Принесенный любимой рукою, И осеннего вечера мирный покой У камина беседен с тобою. Подходящий формуле плиткой это уже современно. А кстати, мастера говорят, что нам вообще не было облицовано, просто... Тот старый паркет из карельской березы. Такая игра света. Здесь балкон усадьбы Молодствовых. И, к сожалению, здесь через смартфон не могу вам показать, А потом, если посмотрите фильм, снятый видеокамерой, Вот ровно по центру, На противоположном берегу Волги, Видно город Болгар. Видно золотые купола, Видно музей истории. Такой замечательный вид был из усадьбы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Маслица по пахте. И все, полчасика, и вместо сметаны будет настоящее масло. Да такое ароматное. Правда, такое масло очень быстро горчится. Имейте в виду. Алла, а мы вернемся с тобой в тетюши? Я думаю, что да. Какие же здесь люди хорошие. Вообще. Потрясающие. Усадьбы, церкви. А я тебе сколько раз говорил, Чем дальше от Москвы, тем люди лучше. А я говорил тебе, тютюши, это то, что нам нужно с тобой. Субтитры сделал DimaTorzok 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 На дворе уже ночь Но еще видны Отблески заката А завтра Чепоксары А, еще завтра Космедемьянск В общем, завтра очень-очень Насыщенный день Субтитры сделал DimaTorzok